В Крымской столице провели субботник в необычном формате в ритме музыки. Около 250 человек убрали территорию Симферопольского водохранилища. За три часа они собрали 50 кубометров мусора. Это почти два контейнера. На генеральную уборку пришли волонтеры и жители Крымской столицы. Собранный мусор сразу же на месте отсортировали. Ксения Попова расскажет подробности. Уже больше года Симферопольское водохранилище не похоже само на себя. Здесь постепенно уходит вода, обнажая берег и горы мусора. Это первая большая уборка на Симферопольском море. 10 команд и почти 250 человек. Волонтеры, жители Крымской столицы. Вместо отдыха на выходных они выбрали генеральную уборку на водохранилище. Мама водила нас сюда на море. У нас тут была лодочная станция. Огромные были навесы. Мы всем двором, вся детвора, приезжали сюда на все выходные. Пришла сюда, потому что как-то детство вспомнилось. И прочитала в интернете случайно. На большую уборку пришли даже целыми семьями. Детей тоже приучают к экологической сознательности. Мам, я вот нашел. Давай сюда. Еще где? Банки, бутылки, одноразовая посуда, шины прямо во время субботника. Участники наткнулись на гигантскую несанкционированную свалку. Весь мусор сюда сгружали не один месяц. Разгребать завалы пришлось вручную, стоя по колено в пластиковых отходах. Организаторы субботника, волонтеры Крымского федерального университета, предусмотрели даже раздельный сбор мусора прямо на месте. Сразу здесь же на субботнике мы весь мусор и сортируем. У нас есть как перерабатываем, не перерабатываем материалы. И сразу же весь вылезо из стекла мы выкидываем в один мусорный пакет. А весь пластик и пакет мы выкидываем сразу в другой. Весь отсортированный мусор разгружают вот в такую специальную машину. Здесь его принимает диджей. Здравствуйте. Расскажите, как вы на все это согласились? Ну, приехал поддержать всю эту бесстрашную команду в музыкальном формате. Ну и заодно взял прицеп, дабы собрать весь мусор. В перерывах между уборкой можно было согреться чаем или поесть плово. Его специально приготовили для участников субботника. Появилась идея переработать формат субботника, сделать что-то новое. И вот мы придумали, предпринимали диджейские пульты, плов, хорошее настроение, молодых ребят, фотозоны, стричь огромная для того, чтобы привлечь сюда как можно больше людей. За три часа работы волонтерам и местным жителям удалось собрать 50 кубометров бытовых отходов. Они не поместились все в один контейнер. Пришлось просить второй администрации города. Такие субботники, признаются организаторы, станут хорошей традицией, будут проводиться раз в месяц.